кусочек маслица всем привет меня зовут его beauty добро пожаловать ко мне видео она сегодня будет посвящено парфюмерии и одной из самых моих любимых нот сливочного масла вот так вот я давно неровно дышу к этой ноте в парфюмерии я вообще раньше думала что не существует этой ноты что есть сливочная нота нота сливок молока но вот сливочного масла я нигде не встречала и нигде не слышала но так как я люблю песочное печенье с добавлением сливочного масла также люблю круассаны именно с пауля то я не могла обойти эту тему мимо также в этом видео я хочу показать ароматы топ 11 которые я не знаю куплю или не куплю может быть после видео я загорюсь и все-таки вот что-то до закажу очень мне хочется иметь в своей коллекции именно аромата с нотой сливочного масла и в основном сливочное масло добавляют или в средние ноты или в базовые ноты ну как вы знаете средние ноты они ноты сердца то есть они определяют основное звучание аромата эти ноты будут звучать от 3 до 5 минут а вот базовые ноты они отвечают за шлейф и они уже как-то отвечают также за звучание аромата когда именно испаряются средние ноты вот практически все ароматы которые я покажу они будут именно то есть не покажу а на картинках покажу которые я задумываюсь купить уже очень я загорелась даже вот хочу зайти в крафт и сказать я хочу аромат с ноты сливочного масла да именно вот во всех ароматах о которых я расскажу будет нота сливочного масла в базе это необычно для меня я пути обладательница холодной кожи и до базовых нот очень редко доходит на холодной кожи но все же может быть когда-нибудь в жару мне захочется облиться вот этим вот ароматом с ноткой сливочного масла также я вот здесь вот записываю звук поэтому иногда буду смотреть проверять как он записывается чтобы он был качественным также я когда говорю о сливочном масле или о ноте сливочного масла в парфюмерии я сразу вспоминаю фильма берта лучи последняя танго в париже вот не знаю заела меня на этом фильме я его очень давно смотрела лето уже наверное 13 назад но до сих пор вот эти ощущения живы и особенно вот эта скандальная сцена со сливочным маслом вообще этот фильм действие картины происходит в париже конца 1960-х годов и там 45-летний американец в роли кстати марлон брандо и он потрясен недавно смертью своей жены и он винит себя в этой смерти и находится в состоянии глубокой депрессии отчаянно цепляясь за жизнью он знакомится с такой юной парижанкой которая такая необычная эксцентричная кстати в роли снимается мария шнайдер очень интересная кстати актриса она сыграла очень классную роль но и она естественно фильмы его намного моложе ей где-то 19 лет а ему наверное 48 их связь переходит в страсть причем в такую страсть что доходящую до умопомрачения даже трудно передать силу вот этой вот страсти будоражащий кстати выход фильма он порождался разными там скандалами но несмотря на это в сша его посмотрели представляете 20 миллионов человек и даже этот фильм последняя танго в париже его обвиняют в порнографических моментах но и он удостоен двух наград оскар за режиссуру лучшую и за лучшую мужскую роль то есть марлон брандо постарался и там вот эта знаменитая сцена с маслом конечно вот эту актрису марину шнайдер как я поняла читала когда об этом фильме то ее не предупредили о том что будет вот эта вот сцена но она была в шоке но вот везде и и мне кажется уже достали с этим маслом вообще знаете я эту историю и вообще вот этот про этот фильм прочитала сначала в караване истории отдыхала когда-то у свекровы в мяделе и в караване истории прям вот про эту марию шнайдер в этом фильме про это вот маслица и я так прочитала и вот оставил у меня отпечаток вот это вот статья и я решила посмотреть фильм фильм немножечко такой марочного теньки на мой взгляд ну да ладно давайте переходить уже к ароматам к ароматам с нотой масло будут и трешовые кстати ароматы с такой шокирующей пирамидой все в лучших традициях все как я люблю и первый аромат я вот здесь буду картиночки вставлять это аромат от герлен мон эксклюзив причем он предназначен для женщин и этот аромата группа восточные древесные выпущен 2015 году я ему побольше уделю внимание потому что он его наверное раздобыть легче чем другие верхние ноты здесь это за сахарин и миндаль уже сразу хочется мандарин бергамот средние ноты необычные ноты просто солнечные то ли это маркетинговых ход и то ли что также лаванда не просто так у меня здесь еще и кружечка стоит с рисунком лаванды лаванда цветочные тоже есть ноты базовые ноты здесь это тофи и конфетки нотка тоже необычная вот это вот сливочное масло ради которого я и завела эту канитель ваниль кумарин соль соленое масло хлебушек ирис папоротник белый мускус и сандал это такой благородный арома дорогого дорога звучащий элегантный ненавязчивый я его в дьюти фри когда-то пробовала то есть нюхала от приторности избавляют видимо что здесь заявлено цитрусовые наверное и прохладная лаванда что такое солнечные ноты я так и не поняла наверное может какой-то вот может масло придает солнечных нот какую-то теплоту бесподобный аромат это какая-то такая сливочно-масляно нежнейшая лаванда лаванда в сливках и ваниль люблю ноту лаванды вообще в целом в ароматах даже хочу от у форда купить этот его экстрим лаванду мне нравится нюхать соцветия лаванды но у меня здесь сегодня не стоит не подготовилась ну ладно не этому же аромату только посвящено видео здесь в этом аромате очень тонкая такая звучащая знаете сливочно-лавандовая вуаль отчетливая такая она очень желанная я желаю этот аромат иметь очень красивый флакон у аромата это бантик привлекает также часто сравнивают этот аромат моноэксклюзив с ароматом тоже монгерлен но моноэксклюзив он чуть мягче спокойнее лавандовый старт и вот это вот цветочно сохраняется в базе что касается вот этого монгерлен то тут звонче на старте и плавно все уходит в гурманику есть сравнивать два аромата у меня конечно все таки в сторону там где нота сливочного масла моноэксклюзив затихает и близко сидит кожи моноэксклюзив гирлен наверно больше так играет его тоже наносила на кожу когда-то долго пыталась я найти в этом аромате ноту солнца но все-таки это ну там масло масло играет в этом аромате а так ваниль и риски лаванда иногда еще бобы тонка выходит то есть такое тонкая гурманика от герлен слышны все ноты на мой взгляд от и до ну вот прелесть не аромат а прелесть вкусный сладкий такой солнечный ваниль кремовая даже иногда зефиринка вот наверное тофи это вылезает или мы с линистость ореховость какая-то то есть столько получается оттенков сладкого то что мы любим девочки в одном флаконе да еще он такой игривый нотка масло дает моноэксклюзив ощущение какой-то вот вкусная такой сливочности мягкости вообще этот аромат мог бы быть моим вот например осенним антидепрессантом очень хочу его купить честно признаюсь и если сравнивать опять вот этот моноэксклюзив и монгерлен то моноэксклюзив это такая знаете арабика ароматная а монгерлен это уже эконом вариант растворимого кофе может так если даже сказать но все равно я аромат от герлен люблю и тот и тот заслуживает внимания ну еще да это сладкий сливочный аромат которому не дает скатиться в приторность вот именно вот это вот а лавандочка отопью немножечко водички жарко стало не знаю масса сегодня будет моими солнечными кстати часами растает оно или нет я долго снимаю видео долги они у меня получаются уже извините но очень вдохновляюсь ароматами интригует меня вот это вот но там масса в этом аромате аромат уютный необычный абсолютно такой вот гурманские очень сладкий но при этом не приторные не приторные ванили риски карамельки насколько помню такой деликатный аромат на грани знаете вот гурманики когда монгерлен это гурманика то моноэксклюзив это грань между гурманикой и классических пудровых ароматов такой переливчатый скажем так ну а звучание ноты солнца эти которые тянут это скорее маркетинговый ход он удачный аромат не про солнца а про и риски и причем про и риски солоноватый я люблю когда вот например шоколадки добавляют соленую карамель я гурман вообще поэтому наверное видео такое гурманское следующий аромат который у меня в хотелках это уже турецкая ниша и это аромат назана регалия он предназначен для мужчин и для женщин группа цветочные верхние ноты это персик зеленые ноты бергамот средние ноты это тубероза жасмин гордения лилии и ланг и ланг кстати и ланг и ланг афродизиак кстати базовая нота это кокос ваниль сливочное масло и белый мускус по описанию но это просто нечто мне это кажется я его не тестил очень хочу потестить очень хочу выпущен аромат очень недавно то есть 2021 году наверное поэтому про него мало говорят вообще вот этот регалия на тайнейшего парфюмерный бренд в турции и композиция вот это вот этого аромата который я хочу назван из коллекции the heritage collection то есть эта коллекция вдохновлена османской империи цветочком туберозы здесь она заявлена в средних нотах раньше кстати вот эти жительницы гарема очень любили это цветочек и украшали всегда замок или как у них называют дворец которым они жили украшали вот этими цветами туберозы поэтому в этом аромате воспевается тубероза наследие вот этой османской империи очень интересный подход конечно и флакон такой белый золотой крышечкой и буквы красиво написано вот это название такое я бы охарактеризовала здесь ноту сливочного масла хоть я и не пробовала но мне кажется что в окружении вот этих вот нота нота сливочного масла это получится здесь такое кремовое нежное сливочное масло так его его представляю очень хочу стать обладательницей и этого бутылька следующий аромат это просто нечто это то что я хочу это прямо в цель это бьянка латте от бренда zero molecule если я правильно читаю причем это парфюмерная вода она предназначена для мужчин и для женщин флакон такой знаете стильные с такой жидкостью желтовато золотистый еще поддевает то что там хороший пульверизатор как я читала то есть можно сделать микро пшик а можно сделать обычный пшик это удивляет я ни разу такого не встречала если вы встречаете встречали напишите также этот аромат он относится группе восточные гурманские выпущены объем калаты или лата правильно говорить бьянка лата будем говорить 2011 году так что тут у меня со звуком не дает такое и масло то это все подгоняет отошла тема выпущен 2011 году 10 лет этому аромату и ноты здесь это сливочное масло карамель ваниль и соль вообще вот этот если говорить об этом бренде zero molecule то создательница вот этого итальянского бренда я обожаю итальянскую парфюмерию обожаю мне просто вот это вот их итальянский характер он свойственен я тоже эмоционально и жестикулирую может это кого-то раздражает а например у меня преподаватель был по экономике его это раздражало на экзамене когда я жестикулировал но я вижу что блогер еще больше жестикулирует ну да ладно создательница итальянского вот этого бронда zero molecule это талантливый парфюмер в одном лице ее зовут степания марзу ферро бони и этот аромат она характеризует как свой автопортрет как вот талантливая женщина это запах свежих таких вот молочных сливок морская нотка то есть морская соль придает загадочности этому аромату и вообще вот все вот эти ноты что здесь расписаны масло карамель ваниль и соль она описывает что они характеризуют ее как человека как женщину также есть в этом бренде такой аромат как нейро кафе там вот про шоколад здесь уже про масло пахнет некоторым я читала на фраге знаете виноградом изабелла мякотью вот этой нет яркого аромата ванили масла выпечки это вот нежный аромат как нежный аромат его характеризует вот за это он меня привлекает также многим кажется что этот аромат он такой жирный вкусные многим напоминает аромат я даже выписал для себя жирного крема для торта с ванилином исключительно гурманика орущая кондитерская ваниль также мне кажется вот в этом аромате присутствует ощущение масло и и чуть-чуть вот этой лимонной киселинке если опину читать фрагу из-за этого хочу получить в ручке этот аромат аромат про ваниль сладкую кондитерскую вот прям хочу ощутить на своем теле вот эту вот густо сливочную ваниль и переливы вот этого крема он мне кажется он такой атмосферные тягучие если вот итальянская парфюмерия она такая мягкий женственно наверное обволакивающий прям хочу его читала вот так же отзывы как он пахнет окружающим именно этот аромат бьянка латте пахнет конфетами ванилью вот кто любит ваниль все советуют обязательно к приобретению именно вот это бьянка латте от zero молекул ну и я еще хотела вот кто такой же фанат вот этих молочных но талактонных и также сливочного масла в zero молекул есть три аромата это лалао бьянка лата вот про который я распрягалась и нера какао то есть про кофе если говорить о лалао то там присутствует нота горячего молока это чисто молочный аромат если говорить про вот этот вот сравнивать с лалао бьянка лата то это нежная такая ванильная дымка про ваниль но то масло и соли не слышны ванильный он такой сбалансированный неприторный сладость ваниль ура навешанная нотками кстати моего любимого вот этого песочного печенья масло и масло солоноватая я считаю что уже представляю что это действительно наверное лучший гурманский аромат именно вот это бьянка лата прям я вот рассказываю мне его хочется и третий аромат нера кафе а еще забыла сказать бьянка лата и вот есть смотреть вот эту пирамиду то мне кажется там будет такой запах профит роли с пресным тестом причем такое запах солоноватого наверное тесто а внутри вот эта кремовая начинка наверное вот так звучит этот аромат вот прям хочу хочу еще прочитала что сравнивают бьянка лата с ароматом манталь прям хочу пойти прямо в крафт и затестить с ароматом манталь ванила абсолю и там говорят что добавили именно холодное молоко прям я вот рассказываю про этот бренд zero молекулы мне все хочется и переходим к четвертому аромату который мне очень нравится мне нравится его оформление такой черный готический какой-то даже флакон необычный но почему черный я думаю потому что там ноты перца превалируют так вот это бренд beauty ford лондон лигнум битая называется и это у нас парфюмерная вода хочу эту парфюмерную воду это вообще нишевый бренд beauty ford лондона великобритания и существует этот аромат 2016 году ли как говорят в производстве коллекция принадлежит от аромата лигнум битая коррекции камхал охай вот так интересно то есть идти в ад или высокая вода этот аромат это уже унисекс то есть унисекс как и бьянка латте только английский унисекс пирамида то есть композиция верхние ноты вот наверное поэтому и черный вот этот вот флакон это перец черный перечное дерево и первый раз встречаю такую ноту ноту канале встречала ноту там сливок взбитых встречала но вот ноту пирожного модель я найду картинку как выглядит это пирожное модель я не встречала нигде верхних нотах уже ради этой ноты я готова купить эту английскую нишу средние ноты имбиря лайм ягоды можжевельника у меня кстати есть ягоды можжевельника в одном аромате я встану вместе со своим телефоном покажу вам не поленилась я принести у меня есть аромат roses on ice розы на льду от кили вот здесь есть можжевеловые ягоды я их очень ощущаю они придают аромату какой-то вот на мой взгляд сексуальности такой животные нравится мне вот этот аромат он очень сексуально roses on ice за счет вот это ягода можжевельника раньше я думала что это огурцом пахнет нет мне пахнет вот это ягода можжевельника и все она выпирает и и меня будоражит так вот в этом аромате лигном битае есть ягода можжевельника базовые ноты это древесный аккорд странное такое название наверное скрывают какие-то древесные нотки морская соль и естественно в базовых нотах вот это сливочное масло я думаю и читала даже заглянула на фрагу что вот этот аромат он пахнет действительности смотреть на эту пирамиду такими размокшими солноватыми печеньями или может быть древесиной такой вот размокший соленый прям вот я нишевый человек я очень люблю нишу и прям я хочу ощутить на себе аромат лигнум витая прям хочу с этого черного флакона на себя сбрызнуть мы переходим уже к такому знаете как пишут масс-маркету парфюмерия деметр она меня давно очень интригует это парфюмерии сша я видел ее на валдберрис и хотела не раз приобрести парфюмчик от этого бренда деметр масло еще не растаяло а вот камера уже закончилось время поэтому продолжаем деметр и я хотела попробовать аромата ход тоди это яркий представитель аромата с нотой сливочного масла как я поняла давно горю им и даже вот вот этот коктейль и один раз была с мужем в ресторане заказала этот даже коктейль ход тоди это аромат унисекс одеколон средние здесь не средние ноты здесь просто вот если смотреть описание этого аромата на фраге разложено по ноткам насколько я помню но я смотрела именно где характеризуется этот аромат как вот где есть преобладание вот этой ноты сливочного масла то есть средние не средние ноты все ноты это звездчатый анис или бадьян корица коричневый сахар лимон мед мускатный орех ром сливочное масло и виски может быть на фраге там меньше но так не помню и вот уже ради вот этих ноток и ради этого коктейля я бы хотела приобрести в свою коллекцию надо будет на вал berries отследить этот аромат и и попробовать вообще познакомиться как звучит на моем теле именно этот диметр вот привлекает меня этот бренд а сейчас переходим к еще одному аромату со сливочным маслом это только шестой а всего 11 это бренда ладанника и правильно ставлю ударение русская матрешка это унисекс я очень хочу этот аромат россия страна и сегмент написано артизанальная парфюмерия что касается артизанальной парфюмерии это еще называют ее ремесленная то есть это парфюмерия где парфюмер может проявить себя во всех сферах то есть он может сделать что-то невероятное то есть сделать что-то отходящее от принятого привлекает меня не только нишевая парфюмерия но артизанально у меня нет ни одного представителя от артизанальной парфюмерии этот аромат именно русская матрешка он с 2017 года в производстве и концепция у него то есть не концепция концентрация духи экстракт пирамида богатейшая причем на одном сайте написано дна а на фраге другая но я прочитаю именно пирамиду где не выделены верхние средние ноты и базовые это альдегиды бергамот почки черной смородины обычно черная смородина или листья 10 почки чай лимон мед можжевельник кады его еще называют мускатный шалфей пачули сандал сливочное масло сосна тминту я ваниль зеленое яблоко и жасмин парфюмер полина поплевина и валерия карманова причем на фраге только один парфюмер указан сколько я помню карманова это странно мне кажется то есть я представляю и читала что многих он производит впечатление гурманского аромата с нотой вот лимонного печенья дает людям лимонным печеньем или шарлоткой может быть за счет вот этого зеленого яблочко в пирамидке вообще я считаю вот этот аромат русская матрешка это хороший аромат для подарка иностранцам еще я читала что этот аромат не просто окна это стоит матрешка причем и лакированная и не лакированная так вот вот это не лакированная нет этот аромат именно русская матрешка он отдает именно вот этим вот ароматом золотистой краски и это идет ой так люблю дыхать матрешки кстати вот этот аромат а он вот этот но там вот это и вот какой-то глазури золотистой краски аромат получается лакированной матрешки вот в этой русской матрешки за счет альдегидов альдегиды дают такое волшебство вот прям так как я вот этот нишевый человек теперь я наверное буду еще и любителям артизиональной парфюмерии я хочу этот аромат свою коллекцию немногочисленную также многим еще напоминает этот аромат то есть отдает яблоками и восковыми свечами это мне тоже нравится меня это привлекает мне даже жарко стало я сниму пиджак у меня сегодня видите сливочное масло можжевеловые ягоды чай мед черный перец лен на мне все в лучших традициях люблю я такую вот арт-хаус переходим к седьмому аромату опять же от диметр это уже вафли вафл это одеколон унисекс опять вот этот бренд сша пирамида кленовый сироп пшеница сахар с сырьевочное масло и вафли многие пишут что пахнет не вафлями а вафельным стаканчиком с подтаявшим мороженым тоже мне нравится это такой вот сырьевочно вафельный аромат похож кстати вот этот аромат по описанию на другие ароматы бренда диметр ну не просто так все же есть свой днк вот у диметр у этого деколона из масс-маркета тоже есть свой днк общее такое вот почерк это гурманский аромат и прям я хочу ощутить на себе вот этот аромат вкусненьких таких сладеньких пафелек это же надо вот так вот придумать просто вот сделать такой аромат молодцы там работают конечно феноменальные наверное люди такие с творческим подходом но еще я читала что аромат уж слишком такой однотонные вафельные что хотели бы люди добавить туда и цитруса и бергамота или чего-то молочного но все же они сделали чтобы тот кто хочет спахнуть вафелькой пожалуйста вот вам диметр вафли теперь раз хочу рассказать также о таком аромате номер восемь в моей их хотел очках скорее бренд american eagle и так понимаю американский орел и название аромата а и оу live your life то есть проживай свою жизнь это деколон женские страна сша причем странно интересно женские и это уже сегмент именно премиум парфюмерия я кстати на валдберрис видела этот аромат но он нет его на складе 2014 года существует пирамида какая же здесь тут тоже не разбита по вот этим верхним нижним базовым но там здесь цитрусовый аккорд то есть цитрус и в скобках древесный аккорд гранат сладкий аккорд и рис или ирис карамель кашмиран вот наверное поэтому и премиум парфюмерия что здесь есть кашмиран пион розовый перец именно красные ягоды и сливочное масло ну видите пирамида очень такая необычная но она меня из всех ароматов которые в этом видео меньше всего почему-то привлекает не знаю то ли я уже набалывалась этим красным перцем также вот этот аромат именно live your life это женская версия есть еще парный аромат мужской то есть они так сделали специально что вот хоть мужчина и женщина в паре но они должны иметь свои именно увлечения это очень важно мне нравится вот этот подход хоть мне пирамида не так привлекает как другие ну ради вот этого уже подхода то что есть парный аромат и каждый должен своими увлечениями жить не только друг 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 другом наслаждаться мне нравится эта позиция следующий аромат весьма необычный шокирующий пирамидой это диметр лобстер одеколон унисекс сша бренд пирамида мясо морской аккорд морская нота и сливочное масло причем из семейства акватические ароматические удивляет меня и кстати этот аромат очень любят покупать китайцы вот пахнуть с таким деликатесом и лобстером привлекает меня этот морской запах хочу его на себя ощутить отслеживаю на валдберрис может быть даже рискну приобрету вот хочется мне чуть ощутить этот аромат лобстера со сливочным маслом кстати говоря что там есть принюхаться к этому аромату то с первого вдоха ничего не чувствуется надо внюхаться и почувствовать вот этот запах моря или соломоноватый вот прям видите я хочу его на себе ощутить вот этот арома деликатес вот хочется мне 10 аромата очень интересный бренд ксирена или ксайрена и аромат называется space кейк то есть острый пирожок флакон очень необычный красивый такой черный зеленым и особенно вот мне нравится коробочка с этой девушкой невероятное оформление на мой взгляд это духи экстракт унисекс сша страна вы заметили что большинство ароматов с нотой сливочного масла это унисекс в основном или даже вот парный аромат сша страна это нишевая парфюмерия существует с 2017 года именно этот аромат ему уже 5 лет пирамида бензоин кедр кондитерская глазурь это тоже первая нота которую я встречаю вот пирожная мадлен и кондитерская глазурь конопля земляные ноты почва сливочное масло ваниль тесто скунсовая струя и дрожжи вот ради этой пирамиды я уже готова приобрести этот аромат нечто невероятное но нужно разобраться нужно успокоиться вот катинка успокойся не так все наверное ярко но если почитать отзывы на этот аромат то многим напоминает знаете лимонные кексы в траве также говорят что оно такое вот сладко сладко то кисло кисло и немножечко вот по этим отзывам я немножечко охладела но вы видите что пирамида прям вот шок тут и конопля пирожные почвы и все так далее по моему диметр тоже есть какой-то легендарный аромат запахом земли насколько помнили грязи и одиннадцатый аромат на закусочку итальянская парфюмерия артизанальная как я хочу хильда соли они есть такой бренд это вообще имя ильда соли они независимые итальянский парфюмер художница актриса и даже дизайнер украшений мы в этом с ней сходимся очень интересный у нее конечно подход причем она имеет производство своей парфюмерии в парни а вторым домом считает сицилию и там вот задумываются все эти ароматы я хочу рассмотреть именно аромат он так и называется вот прям хочу понюхать сливочная масса я люблю аромат сливочного масла вот так и называется аромат семейство гурманские здесь пирамида вообще такая немногочисленная это базилик ладан сливочное масло и сыр то есть не только сливочная масса да еще и сыра сюда шпурлянули пишут что это дымный аромат там масло сыр не чувствуют люди а чувствуют именно моноаромат они со почему-то я вниз не очень люблю мне вот это не очень нравится но по одному отзыву я же не буду судить также мне очень понравилось как отзываются что это такой маслянистый пармезан вывалены в базилике и еще такое дыхание робкая козы многие вы знаете не любят молоко козы у меня тетя не любит ненавидит я нормально отношусь так как я вот гурман то я могу скушать кусочек козьего сыра и вот это описание меня конечно привлекло также многим кажется что это аромат подсоленного масла на хрустящем багете вот прям хочу я и этот аромат аромат я считаю наверное это аромат с такой мягчайшей молочной базой прям вот хочу на своей коже оросить себя вот именно вот этим вот такие вот 11 ароматов которые как вы поняли я хочу все имеет теперь в своей коллекции я думала что когда буду снимать видео я к чему-то охладили но нет везде есть какая-то привлекашка везде есть какая-то завлекашка один лобстер чего стоит в сливочном масле кто меня смотрит давно знаете что я увлекаюсь не только парфюмерии косметикой украшениями также минералами у меня даже в instagram очень много посвящено у меня есть камушек и вот и я когда разговаривала рассказывала о аромате деметр лобстера я вспомнила что у меня есть вот такой вот камень и он напоминает мясо я не помню его название интересно вспомните ли вы напишите если вы знаете ваши комментарии всегда цены для меня и вот прям этот камень и он стоит здесь рядом со мной я все думаю надо сходить в магазин основаны гемологами у нас есть в минске и спросить вот прям навеяло на меня также я читала что кроме 11 ароматов естественно есть и другие ароматы с ноты сливочного масла оказывается мир ароматов с ноты сливочного масла он очень разнообразен там даже есть вот интересные такие нотки звучат в сочетании с сливочным маслом как камень африканский со сливочным маслом представляете вот мне это тоже отпечаталась мозгу пишите может быть вы тоже знаете какие-то другие ароматы которые хоть может быть отголоском напоминают вот эту нотку сливочного масла чувствуете ли вы вообще вот эту ноту сливочности сливочного масла в ароматах мне будет очень интересно или вы вообще ее не ощущаете просто я так поняла по отзывам на некоторые ароматы что кто-то ощущает эту ноту сливочного масла кому-то она придает какой-то теплинки или вот этих солнечных нот а кто-то ее не ощущает то есть такая нотка интересная но она не просто так наверное в основном добавляется в базовые ноты то есть она наверное на мой взгляд придает какой-то теплоты кроме наверное ароматов с этими шокирующими пирамидами или диметр давайте встретимся в комментариях все обсудим говорю вам пока пока уже скучаю всем желаю отличного настроения сладких радостных дней и чтобы сливочное масло вас не напрягала пока пока